Центральные власти, а именно офис государственной канцелярии в Камраде, пытаются через суд отменить соглашение между гагаузскими властями и российским промсвязьбанком, благодаря которому более 30 тысяч пенсионеров и бюджетников автономии получают ежемесячные выплаты в размере 2000 леев. Об этом сообщила башкан Гагаузии Евгения Гуцул в своем телеграм-канале. Она расценила иск государственной канцелярии как очередную попытку молдавских властей заблокировать работу Исполнительного комитета и Народного собрания и прямое вмешательство в работу гагаузских властей. Желание молдавских властей задушить нашу уникальную социальную программу объяснимо. В Гагаузии внешняя помощь, вся до последней копейки, распределяется между нуждающимися, минуя карманы министров и без оплаты услуг посреднических компаний, гонораров, всевозможных экспертов и аудиторов. Жители всей страны внимательно следят за автономией и начинают задавать властям неудобные вопросы. А куда тратятся те колоссальные средства, которые, если верить СМИ, регулярно выделяет Молдове Европейский Союз, подчеркнула Евгения Гуцул. Она также написала, что за четыре года правительство ничего не сделало для пенсионеров, а только увеличило зарплаты министрам и брало кредиты, в отличие от властей Гагаузии, которые привлекают средства партнеров по развитию для улучшения жизни десятков семей в автономии. Пресс-секретарь правительства Даниэл Воды заявил, что офис государственной канцелярии в Камрате начал проверку законности некоторых документов, выданных местными властями, на предмет соответствия или несоответствия положениям законодательства. Никакой борьбы с местной властью не ведется. Все, что делается – проверка на законность. Если будет установлено, что документы или соглашения были подписаны или заключены незаконно, то их направят в суд для отмены или отсрочки принятия административного документа до тех пор, пока решается это дело. Даниэл Воды также добавил, что правительство отвергает обвинение Башкана об умышленном блокировании помощи пенсионерам в размере 2000 леев и вмешательстве в работу исполнительного комитета и Народного собрания Гагаузии. Отметим, что с апреля этого года в Гагаузии и Тараклии Аргеевском районе действует программа надбавок для пенсионеров и бюджетников в размере 2000 леев. Число бенефициаров продолжает расти. Помощь оказывается регулярно. Проект должен был стартовать в октябре прошлого года, но из-за того, что центральные власти Кишинева заблокировали счет, на котором уже были средства, начать выплаты удалось только в этом году.